Важное событие. В Кировске введена в эксплуатацию станция ультрафиолетового обеззараживания стоечных вод. Ее строительство стартовало весной этого года. Подрядчик выполнил работы в срок и накануне состоялось открытие нового объекта. На торжественной церемонии заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин подчеркнул, пуск станции, цитата, «огромный шаг вперед навстречу зеленой Арктике». Какие больные вопросы, экологические, коммунальные, помогают решить современные технологии, узнала Анна Базалева. Ну и добрый путь. Я думаю, что это не последний такой рода объект. Я думаю, что в перспективе еще много-много работы. И будем стараться реализовывать его так же в сроке, качественно, как это сделано. Технологию ультрафиолетовой очистки сточных вод сегодня применяют далеко не на всех предприятиях в стране, оказывающих услуги водоотведения и водоснабжения. Так что «Апатит-водоканал» на шаг впереди. Новый объект – это построенное с ноля здание, внутри которого в специальном канале находятся секции ультрафиолетового обеззараживания. Через них ежедневно проходит около 20 тысяч кубических метров сточных вод. Данный проект мы реализовали за полгода, начиная от нулевого цикла и возведения каркасного здания, и также монтаж обороны, пусконаладочные. Общая стоимость получилась 48 миллионов, 7,5 выделила администрация города Кировска. Специалисты говорят, сточные воды из Кировска попадают в реку Белую, поэтому их очистка важна как в плане экологии, так и с точки зрения водопользования. Очень важная задача – обеспечить людей чистой водой. Но при этом вернуть эту воду в природу, чистую, надлежащую качеству, это еще более сложная задача. В этом смысле станция по ультрафиолетовой очистке, которая сегодня открыта. Это отличный, огромный шаг вперед, навстречу резервной Арктике. Администрация Кировска планирует и дальше совершенствовать городские инженерные сети. Новое направление, где предстоит приложить значительные усилия, это система ливневой канализации города. Мы приступили к следующему этапу, очень важному этапу проработки предпроекта по системе восстановления ливневой канализации, строительства ливневой канализации, очистке стоков после снегоплавления. Если раньше снег просто утилизировали путем складирования на полигонах, то вот этот этап, он позволит не просто плавить снег за счет положительной температуры фекальных стоков, ну и точно так же очищать эти стоки. Обновление инженерных коммуникаций водоканала, отмечают на предприятии, позволит выйти на высокие стандарты оказания услуг населению по водоснабжению и водоотведению, а также решить многие экологические вопросы.